Я представляю следующий доклад, его сделает Евгений Наумович Именитов с изложением мнения молекулярного генетика, микроорганизма и рак. Когда доклад называется «Мнение кого-то», мне всегда вспоминается история, когда у нас один представитель службы патологической анатомии, морфологии, он подходит ко мне и говорит, скажите, пожалуйста, за границей тоже используют при поражениях брюшины, введение цитостатиков внутриполосной. Я говорю, ну да, экспериментальный мед, очень вскрывать после такого лечения неудобно. Ну, а если серьезно, то у меня задача водная, представление микроорганизма и рак. Ну, на самом-то деле здесь очень много аспектов, потому что, с одной стороны, очень сложно в реальной ситуации, в том числе и в модели, выделить, где у вас прямой эффект, то есть более или менее специфическая реакция, когда, условно скажем, один микроорганизм вызывает опухоль, в той или иной степени участвует в возникновении, а другое – это просто системное воспаление. Само по себе системное воспаление, оно может как и сдерживать рост опухоли, так и провоцировать. Чем это связано? Те факторы, которые выделяются при воспалении, эти же факторы могут оказывать прямое воздействие на опухолевые клетки с точки зрения стимуляции их деления. И получается, здесь очень сложно провести границы, которые позволяют что-то внятное сказать, я приведу примеры. Опухоли, индуцируемые вирусами – это более или менее доказанный участок онкологии, здесь есть несомненные истины. Все, что касается опухолей, которые… Видите, осторожная формулка, на фоне бактериальных инфекций, там все-таки ситуация сложнее, там не столь очевидные взаимодействия между причином и эффектом. Инфильтрация опухолей в бактерии – это совершенно новый аспект, я не буду пояснять, потом увидите. Ну и это роль микробиома, на сегодняшний день мы говорим, микробиом – это микрофлора кишечника на эффективность иммунотерапии, на эффективность химиотерапии. Ну, в отношении вирусов, там как раз это единственный компонент, где более или менее все понятно. Если возьмете частное заболевание – рак шейки матки, то там то, что я называю черно-белое распределение, практически не бывает рака шейки матки без вирусов, это казуистика. И наоборот, сам по себе вирус содержит гены, которые называются онкогенами, и поэтому, если вы возьмете не сам вирус, а просто участок этого вируса и перенесете его в нормальную клетку, появятся черты злокачественной трансформации. Это то, что мы говорим, специфический эффект. Причем рак шейки матки вызывает именно папиллома – вирусная инфекция, а другие вирусы, которые тоже могут вызывать, например, воспалительные изменения, они таких заболеваний не вызывают. Ну и посмотрите, на самом-то деле вирусы рака у животных встречаются очень часто. По целому ряду причин у человека, человек менее восприимчив к вирусному канцерогенезу, поэтому количество вирусов, которые участвуют в канцерогенезе, можно посчитать по пальцам. Что существенно, маловероятно, что эта таблица значительно расширится, потому что сейчас появились методы секвенирования нового поколения, когда можно прочитать весь геном. Если бы там действительно регулярно находились какие-то новые вирусные последовательности, так или иначе это бы уже увидели. Поэтому, в общем-то, тут знания носят не исчерпывающий характер, но, по крайней мере, маловероятно, что здесь будет какая-то колоссальная эволюция в последующие 10-20 лет. Сложнее обстоит дело, на самом-то деле, с бактериями и раком. На самом-то деле, по иронии судьбы, еще в 20-х годах Нобелевская премия была присуждена за роль паразитов возникновения рака желудка, что тогда ученые не смогли учесть, что больные с раком желудка, которые истощены, действительно у них меняется флора желудка, ну, за счет того, что застой возникает в пище. И это как раз пример ошибочной причины следственных связей. Но, на самом деле, здесь все очень трудно вообще проводить подобные исследования. Хеликобактер, ну, с учетом того, что это диагностируемая инфекция, она может лечиться, есть лекарственные препараты. Здесь много дебатов, в том числе и диагностические службы заинтересованы выявлять, и врачи заинтересованы лечить. Где там прямая роль, то есть, действительно, именно особенности хеликобактера, которые вызывают рак желудка, по-видимому, они есть. Где там роль воспаления и вообще, как тут себя вести с точки зрения клинической мудрости, потому что, на самом-то деле, эти хронические инфекции, с ними не всегда легко бороться. Это все сложный вопрос за пределами темы настоящей данного сообщения. Ну, так или иначе, в общем-то, это актуальная проблема, и что абсолютно четко показывают исследования, как только в стране появляются холодильники, то есть, люди перестают есть испорченную пищу, как только увеличивается гигиенический стандарт, резко падает заболеваемость раком желудка. И вот это как раз косвенный индикатор, что здесь какие-то инфекции, в первую очередь хеликобактер, наверное, действительно играют роль. Ну, посмотрите, это любят показывать, и мне самому нравится такая графика, когда показывают эволюцию вообще в микробиологии, в онкологии. Началось все в 1911 году с работ Пейтона Рауса, который выделил вирус сархомы у птиц. Что интересно, я читал эту работу в оригинале, ей больше 100 лет. Она абсолютно напоминает сегодняшнюю статью по стилю изложения, по языку, если так не очень ориентироваться, то я бы никогда не сказал, что это работа 100-летней давности. Там картинки есть, там такая же печать, то есть все это удивительно, что уже тогда были заложены основы научного сообщения. А вот это, наверное, самое интересное. Я, когда учился в институте, у нас было полное понимание, что все внутренние среды организма, они стерильны. Это догма. Более или менее. Я не беру, разумеется, какие-то патологические процессы. Довольно давно было показано, что опухоли толстой кишки так или иначе ассоциированы с присутствием фьюза бактерий. Не знаю, как правильно говорить по-русски. Ну и посмотрите, вот она, табличка есть, тут ничего нового нет. И то, что в опухолях находили инфильтрацию этих бактерий, ну это понятно, опухоль тоже, она все равно контактирует с просветом кишки, она некротизирована, там могут жить бактерии. Что было доказано примерно год назад, благодаря, опять же, технологии секвенированного похоления. Мало того, что в метастазах колоректального рака, речь идет о метастазах в печень, присутствуют фьюзобактерии, их можно выделить живыми, они культивируются. Вот это, согласитесь, что-то новое. То, что вообще фьюзобактерии путешествуют вместе с опухолевыми клетками по организму и образуют в метастазе то, что там есть фактор кокультивирования, есть фактор симбиоза, это абсолютно неожиданно. Ну и на меня вообще производят шокирующее впечатление, что, оказывается, наше представление о стерильности внутренних сред организма, они не совсем соответствуют действительности. Более того, в опухолях на мышах очень информативные эксперименты. Антибиотик дают животным, который уничтожает вот эти фьюзобактерии, и что они наблюдают? Регресс метастазов. Ну, согласитесь, в общем, это неожиданные сведения, а если они еще будут транслированы в клиническую практику, это совершенно неожиданное направление. Другой пример. Рак поджелудочной железы. При раке поджелудочной железы часто бывает тоже симбиоз с бактериями, я забыл их название. Но что существенно, что оказывается, эти бактерии разлагают главный препарат, который используется для лечения рака поджелудочной железы – гемцитабин. И если взять клинические исследования, пока это единичная работа, есть очень выраженная корреляция. Есть бактерии – нет эффекта от гемцитабина. Нет бактерий – есть эффект от гемцитабина. Ну и опять же, посмотрите, на самом-то деле, насколько здесь могут быть простые выводы. Если действительно дело так, на самом-то деле, опять же, здесь ставят опыты на мышах. Посмотрите, мышки получают просто гемцитабин, никакого эффекта нет. А когда они получают гемцитабин плюс очень доступный антибиотик – цифрофлоксацин. Посмотрите, какой выраженный противоопухолевый эффект. Ну, это уже не за счет каких-то биологических взаимодействий, а просто потому, что эффективная доставка гемцитабина. Гемцитабин перестает разлагаться. Согласитесь, неожиданное. Микробиом. Микробиом – это, соответственно, огромное количество микроорганизмов, которые живут в кишечнике. Я слышал на лекциях, что их намного больше, чем клеток в человеческом организме. Но здесь есть два компонента взаимодействия. С одной стороны, это локальное воздействие непосредственно на толстую кишку, но это влияет и на всасывание препаратов. То есть, это не просто повреждение кишечной стенки, это все равно влияет на состояние организма. И плюс выделение различных веществ, так или иначе, которые воздействуют дистанционно. Ну и посмотрите, вот об этих наблюдениях говорят достаточно часто на самом-то деле, потому что то, что на сегодняшний день микробиом, по-видимому, может играть какую-то роль в эффективности современных методов иммунотерапии, по-видимому, это действительно так. Потому что те препараты, которые получили колоссальную популярность в этом десятилетии, те препараты, которые нормализуют противоопухолевый иммунитет, судя по всему, для того, чтобы они действовали, нужна благоприятная композиция, благоприятный состав микробиома. Здесь есть очень убедительные эксперименты на мышах, когда просто направленно вводят нужные бактерии, называется это фекальные трансплантации, но доноры стали обижаться, поэтому сейчас более политкорректный термин – фекальный перенос. Но так или иначе, если вы берете опыты на мышах, то действительно фекальный перенос от тех мышей, которые ответили на лечение, приводит к тому, что препараты начинают работать и у тех мышей, которые не отвечают на лечение. На человеке сложно ставить подобные эксперименты, поэтому, что пока известно, что если ретроспективный анализ пациентов проводить, то те пациенты, которые получали антибиотики, у них эффективность иммунотерапии хуже. Ну, опять же, очень сложно сказать, где причина, где эффект, потому что антибиотики просто так пациенты не получают. И те пациенты, которые получают антибиотики, они заведомо в другом клиническом состоянии. Ну, так или иначе, это клинические наблюдения, и на самом-то деле здесь достаточно убедительные данные, причем, посмотрите, даже присутствуют такие эксперименты, когда забирают содержимое кишечника от пациентов, которые ответили на лечение, переносят их мышам, которые не отвечают, то есть межвидовой перенос. И тоже это приводит к тому, что появляется противоопухолевый иммунитет. Ну, и последний слайд. Посмотрите, здесь уже куда более доступная терапия, химиотерапия. Оказывается, циклофосфомид, один из компонентов его действия, это то, что он нарушает целостность слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Что из-за этого проходит? Нарушается, опять же, барьер, и происходит транслокация микроорганизмов в лимфатические узлы. И именно эта транслокация микроорганизмов в лимфатические узлы может стимулировать противоопухолевый иммунитет. Много говорят о том, что на самом-то деле у циклофосфомида, который, ну, фактически там 30% онкологических больных, наверное, получают так или иначе на каких-то стадиях циклофосфомид, он действует, обладает не только прямым противоопухолевым эффектом, так или иначе он стимулирует противоопухолевый иммунитет. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Евгений Наумович. У нас 5 минут дискуссии, мы вопросы спрашиваем, да? Да, если докладчики время оставили, тогда спрашиваем, а если нет, тогда не спрашиваем. Ну, Евгений Наумович, у вас все хорошо с временем. Пожалуйста, вопросы из зала. Еще только будет развиваться, но вот если следовать этой логике, получается так, если мы берем циклофосфомид, как один компонент терапии, а потом начинаем сочетать это с дополнительным препаратом, а иногда и с третьим, то может оказаться так, что если ориентироваться на микробиом, они могут в этом смысле противоречить друг другу, правда же? Несомненно. Такая ситуация может быть. Несомненно. И поэтому вот это достаточно вульгарное стремление комбинировать препараты, которое появилось абсолютно интуитивно, эмпирически в 70-х годах, масса есть примеров, когда комбинация показывает численно худшие показатели ответа опухоли, чем монотерапия. Но на самом-то деле здесь опять же колоссальная трудность в том, что нет адекватных моделей, потому что все животные модели, там не совсем те опухоли, не совсем тот макроорганизм, а на человеке экспериментировать сложно, особенно если вы начинаете упрощать лечение. То есть это, наверное, надо все-таки и оценивать осторожно, и делать осторожно. Несомненно, несомненно. Но так или иначе, то, что задумываться об этом надо, несомненно. И то, что вот это как раз в первую очередь, вы абсолютно правы, касается достаточно тривиальных подходов терапии, которые сформировались полвека назад, и то они сформировались на основе лечения гематологических заболеваний. То, что все время задумываются, что это может оказаться вот этот перенос этой логики механистически не всегда эффективный. Нет, но в информационном плане и в плане дальнейших событий это все равно все очень интересно. Я уж не говорю о пробиотиках, которыми многие увлекаются и так далее. Ну и тут самое главное, что появился инструмент, потому что, опять же, пока не было инструмента для оценки микробиоты, в общем-то, сложно было подобные вещи обсуждать, потому что это была разновидность холастики. Так как есть сейчас секвенирование нового поколения, которое фактически у любого человека за короткий промежуток времени позволяет выявить количественный и качественный спектр микроорганизмов, как только появился инструмент для изучения, я ожидаю, что здесь будут какие-то серьезные достижения, именно потому что техническая база появилась. Евгений Даумович, у меня вопрос как клинициста. Вы сказали совершенно уникальные факты, которые не могут оставить равнодушными, что ряд метастатического представительства опухоли сопровождается симбиозом различных бактерий. И вот на одной из конференций, это ЭСМО, прозвучало, что к 2020 году бактерии и вирусы будут на службе у онкологов. И у нас даже есть ряда случаев представлений таких препаратов, как при меланоме вакцина ТИВАК, когда, соответственно, вирус герпеса и инкорпорированный в него грануцитарно-макрофагальный фактор вызывают при воздействии в представительство опухоли выраженный ответ. Вот с вашей точки зрения, каковы вообще перспективы данного направления? Ну, честно говоря, вот если когда мы говорим о подобных способах, то вирус не является вирусом с точки зрения здравого смысла. В данном случае вирусный каркас используется как способ доставки того или иного гена, поэтому это не является вирусной инфекцией в прямом смысле этого слова. И тут, честно говоря, параллелей нет. А вот если говорить о перспективах подобной терапии, сложно мне сказать, потому что, если честно, вот очень много надежд связывали с вирусами как средства доставки генетических конструкций, это генотерапия в той или иной степени. Ну, пока, в общем-то, там достаточно скромные результаты клинических испытаний, связано это с тем, что вирусы, будучи очень эффективными средствами доставки генетических конструкций. Первое. Никогда не могут поразить все опухолевые клетки. Эффективность переноса, она значительно меньше, чем 100%. То есть это всегда неполное поражение опухолевых клеток. Второе. Очень сложно добиться избирательности. Они проникают не только в опухолевые клетки, но и в нормальные. И поэтому здесь есть какие-то, несомненно, достижения, но они намного меньше того, что ожидали. Будьте добры, коллеги, представляйтесь, пожалуйста. Игорь Олегович Стома, город Минск, Республика Беларусь. Евгений Ильич, спасибо большое. Небольшая такая ремарка и ваше мнение интересно. Очень интересно было услышать насчет микробной фармакокинетики лекарственных препаратов. И, в частности, работая в трансплантологии, уже в нескольких центрах мира я видел практическое внедрение определения режимов дозирования токролимуса на основании состава кишечной микробиоты после трансплантации почки. То есть это достаточно активно помогает определить, какую дозу начинать и какую дозу менять, эскалировать или деэскалировать в течение первой недели после пересадки. Насколько вы видите вот этот механизм в онкологии? Насколько вы можете прогнозировать или считаете, что это возможно в будущем, режимы дозирования? Химиотерапевтические препараты на основании ставят? Ну, опять же, если мы берем современную религию онкологов, практически все препараты, классические, цитостатические, назначаются в максимально переносимой дозе. Если мы берем хорошо переносимые препараты, таргетные, то они назначаются с колоссальным запасом, чтобы нивелировать. Они лучше переносятся, и они, как антибиотики, назначаются с колоссальным запасом, чтобы нивелировать индивидуальные особенности фармакокинетики, фармакокинамики. динамики. С таргетными препаратами я не думаю, что будут большие изменения в краткосрочном плане, потому что по идее можно думать, как снижать дозу, но это не очень этично, потому что, опять же, нужны испытания на людях. В отношении цитостатиков это очень болезненная проблема, потому что если ориентироваться на правила, на саму идею, то препараты должен назначаться в очень узком терапевтическом окне в максимально передосимой дозе. В большинстве показаний, если этого придержатся. А тут вообще-то никаких методов оценки индивидуальной фармакодинамики и фармакокинетики нет. И поэтому все, кто работает в клинике, видят рядом пациентов, у которого у одного пациента диспитный препарат назначается максимально передосимая доза. То есть более-менее то, к чему стремится врач, так или иначе. А у других ничего подобного. Нет ни побочных эффектов, ни противоопухолевых эффектов. Противоопухолевые побочные эффекты, к сожалению, коррелируют между собой. К сожалению. И получается, что это вообще, ну в онкологии на самом-то деле совершенно не та область, где пока очень мало опять же каких-то достижений. И то, что об этом надо задумываться, я не говорю, что как догму все, надо назначать максимально переносимой дозе, мы просто не знаем. Там есть нюансы. Но то, что над этим надо задумываться, несомненно. Спасибо. Продолжение следует...